здравствуйте друзья с вами кузнецов дмитрий центр юридической защиты компании алиам компания алиам на сегодняшний день является ведущим юридическим оператором на территории россии мы работаем со всеми регионами где бы вы не находились в чем заключается наша работа мы создаем условия когда вашим кредиторам будет выгодно отказаться от претензий эксплуатируем мы строго законные методы и когда создаем те самые условия работаем чисто с документами которые у вас сформировались в процессе взаимоотношений с кредитными учреждениями с банками микрофинансовыми организациями онлайн займами и коллекторами если вам нужна помощь высококлассных специалистов пожалуйста посмотрите видео на нашем сайте ссылочка на сайт есть в описании любого ролика этого в том числе также для вашего удобства в правом верхнем углу видео трансляции выходит кликабельная подсказочка вот она друзья но ролик который вам хочу сегодня предложить действительно смешно кредит экспресс финанс девочка очередная ну казалось бы ничего особенного но они по-своему отжигают каждый раз на этом канале то мы не выкладываем ничего посредственного вот здесь действительно весело и интересно но она прям реально разволновалась все перебрала все перетеребила все там и записки которые не в скрипте но ничего не помогает вот весело человеку и все и не тени сомнения не тени испуга но как быть дальше что за работа у меня почему я здесь они где-нибудь сами додумывайте и так слушаем друзья смеемся пишем комментарии да здравствуйте здрасте добрый день кредит экспресс финанс ведется запись меня зовут вячеслав владимирович да 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 запись ведется как я не пойму вы конспектируете или автоматическая запись разговора от руки аудиозапись ведется так как от руки или аудиозапись соберитесь о бля круто ну давайте а прикольно мысли формируйте нормально ничего не понимали если так будете продолжать с вами не сможем конструктивно общаться вы перебивать меня когда перестанете сразу поймете а вы тогда не специалист раз вы не можете наладить диалог да может быть я не вменяемый а вам нужно со мной поговорить не можете вы ничего видеть максимум слышать и что вы за этого разволновались да сразу и начали околеситься нести да возможно возможно доказывайте что вы себя в руках держите просто непонятно зачем вы запинаетесь да никто же не перебивает слушаю по горишни разволновалась уже сама с собой разговариваешь сама себя успокаиваешь это очень хорошо слышно как так вот сформирую нормально как можно немного не воспринимать информацию что в детском саду что ли за школьником разговариваешь что правда за что ты ошибаешься нет я взрослый человек я нормально могу воспринимать информацию если она излагается нормально слышишь меня ты сама не выполняешь обязательства которые подписал я это слышал же меня это никак не смущает я с родственниками тыкаю нет и не буду с тобой на вы общаться что ты сделаешь чтобы с тобой на вы общался давайте пошантажируй меня судом попугая выездными группами ли законом еще попугая не волнуйся ты ты мне кажется волнуетесь вы ни в коем случае какой длительный период отклоняться от оплаты какой ответственности что за ответственность нарушение кредитных договорных отношений гражданского кодекса односторонний отказ от исполнения что меня ожидает в этом случае что что чем я рискую как моя жизнь может измениться в худшую сторону да то есть вы не знаете да привлечение вас к ответственности в будущее ну 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 ответственность понимаешь ответственность вот понимаешь 159 статьи уголовного кодекса слушай ты закон 230 читала хоть раз федеральный что там нельзя давить на что там нельзя нельзя на человека давить оказывать психологическое давление и говорить о том чего ну ты же говоришь то чего никогда не может быть 159 нереализуемо в формате гражданского производства а то есть вы считаете что 230 федеральный закон вам позволяет уклоняться от оплаты ни в коем случае он регламентирует ваши действия действия коллекторов и взыскателей а мои действия он никаким образом не регламентирует ну вы значит плохо и невнимательно с ним ознакомились а ты вообще с ним знакома вот ты 159 пытаешься мне прилепить это статья уголовного кодекса подразумевает мошенничество чтобы доказать мошенничество нужно доказать умысел нет 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 там такого слова в сфере кредитования вы не знаете вы не знаете название 159 статьи 159 статья это мошенничество чтобы доказать мошенничество вы не знаете как вы в таких случаях говорите а то иди в зеркало 72 числа Вячеслав Владимирович 72 числа Время пошло Время пошло ты понимаешь что твои действия совершенно никаким образом не повлияют на ход событий тем самым ты подчеркиваешь что ты бесполезное существо который удерживается уже более двух лет какой ужас а завтра а вот эти 72 часа должно что-то произойти молния в меня ударить должна или что или ты себя уже молнией взорвала да хочу я так это мое гражданское право вести себя так как мне хочется если ты чем-то недовольна нет ты вопрос задала почему я так себя веду я тебе четко конкретно на него отвечаю да где ж хамство то на ты вы будете общаться с родственниками да и как я с ними общаюсь на ты Вячеслав Владимирович внимательно прочитайте еще раз 230 федеральный закон а ты вообще его хоть раз прочитай какую статью какую статью ну и что нет я с ней не спорю просто мне интересно какая ответственность меня ждет вас об этом неоднократно уведомляли а зачем почему тогда вы не применяете свои права предоставленные вам законом в том числе 310 статью ну и что дальше ну ничего же не происходит вам это нафиг не надо банку банк в суд не пойдет же если видит что я реально ну потому что не идет за два года если так обратиться ну два года не ходит продать ваш дом злоупотребление правом называют потому что вам идет на встречу дают время да зачем я уже 50 писем отправил или 150 что не хочу ничего не буду 60 дней у банка было после того как я перестал выполнять условия договора чтобы обратиться в суд далее называется ситуация злоупотребление правом накручивание процентов ну а еще через год наступит срок исковой давности а ваша ситуация как называется ну исковая давность давайте начнем сейчас вы скажете что раз вы мне позвонили то то что то срок исковой давности закончился нет душа моя вы думаете что она по вашему договору начинается с момента последнего вами внесенного платежа нет с момента не поступления очередного платежа 203 203 статья срок исковой давности прекращает свое течение как только одна из сторон сторона должник подписала документ подтверждающий что должна либо сторона которая имеет претензии подала исковое заявление в суд вот с этого момента прекращается течение срока исковой давности нет куда так нет сторона вы меня не слышите душа моя вы же не понимаете я же сказал сторона которая имеет претензии я никаких претензий не имею законодательство российской федерации едино для всех да давайте для твоей страны к сожалению вам не получится так как оно работает и на вас и на банк к чьему сожалению не ну ты же не будешь спорить что я ничего не подписывал до свидания я еще раз сливаю как жаль ну давай давай на вы хорошо ну а что это изменит что ты дилетант что ты бесполезное существо это никаким образом не изменит что вы дилетанты что вы бесполезное существо это не оскорбление это констатация факта а ты даже не понимаешь вы даже не понимаете вы даже не понимаете как заявление для привлечения вас к ответности за оскорбление конечно 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 хоть лицо твое увижу в суде вот такая друзья история слышали да но она постаралась конечно все что могла эксплуатировать эксплуатировала и 159 человека хотела огреть ну вот я шифрую до 159 статья уголовного кодекса может быть она когда говорила про кредитование там сфере кредитования может быть она имела ввиду сто семьдесят седьмую статью но вы не ленитесь посмотрите всегда говорю включайте мозги google помощь яндекс посмотрите что такое 159 что такое сто семьдесят седьмая и как это можно вообще реализовать формате простых гражданских отношений еще и через два года после того как человек перестал платить никогда никогда не верьте никому из этой публики вот этим коллектором банкиром все что они говорят за них уже давным-давно кто-то придумал и вот эта вся версия рассчитана только на то чтобы человек понес деньги в банк как устроена банковская система вы можете ну и не только от меня услышать но я рассказываю очень много про это плейлист у меня есть обращение вот пожалуйста сейчас ссылочка правом верхнем углу на этот плейлист посмотрите там помимо всего остального очень много интересного записано рассказано ну а те кто действительно страдает мучается не понимает или просто устал от взаимодействия с этим вот сбродом я рекомендую как-то не заниматься самолечением обратитесь к специалистам вашим услугам высококлассные специалисты компания лям и это не голословное заявление на нашем сайте есть видео презентация где мы подробно рассказываем специально для вас на человеческом языке не на юридическом она нормальном понимать доступном для понимания языке как устроена работа специалистов компании лям ссылочка для вашего удобства в правом верхнем углу видео трансляции выходит вот она да и есть в описании любого ролика на этом канале ссылка на наш сайт смотрите если вам нужно пожалуйста обращайтесь мы вам с удовольствием поможем над ним пожизненную гарантию на наши услуги ну а тем кому понравился ролик конечно же ставьте дизлайки господа коллекторы и сочувствующие а как я сказал дизлайки ставьте наоборот друзья ставьте лайки тем кто кому понравился а те кто сочувствует коллектором и те кто из этого сброда конечно же с вас дизлайки штук пять я думаю будет в течение месяца может даже немножко больше ради бога комментарии обязательно пишите но комментарии пишут обычно нормальные люди которые за ситуацию коллекторы всегда боятся писать комментарии некоторые конечно пишут зажмурившись потом получают в ответ спасибо тем кто отвечает коллектором я на них не хочу просто время свое тратить ну и конечно же поделитесь этим роликом соц сетях да и другими можно поделиться репост так называемый группа вконтакте напомню у нас есть в этой группе все ролики дублируются и так много интересного там можете вопросы задавать мы по возможности отвечаем максимально быстро ну а с вами был ссылочка на группу есть в описании ролик с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания аля всего доброго друзья до свидания